Эй, скьюбчик, братик, это моё официальное обращение к тебе. Ты снял на меня разоблачение, да? Красавчик! А вот теперь вам я ответочку от отца Евгена, блядь. Думаешь, что с человеком, который до такой степени точно исследует тему мобильных игр, можно спорить? Ты думаешь, что я тебя не переиграю? Что? Я тебя не уничтожу? Ты сам до этого довел? Сегодня мы с вами, ребята, обойдёмся без вступлений. Несколько дней назад на ютуб-канале S-Cube вышло моё разоблачение. Ура! Боги услышали мои молитвы, и меня наконец-то кто-то разоблачил. Наконец-то у меня есть достойный соперник, а не какие-то там жабки, майоры или мадины, которых даже не в состоянии связать из двух слов. Хотя по факту ролик этого дегенерата это никакое не разоблачение, а просто пух! Большой и громкий. И естественно сподливый. В этом видео я не буду вам подробно рассказывать о том, кто такой S-Cube и чем он занимается на ютубчике. Вам достаточно посмотреть ранее вышедший на моём канале ролик, где я дал ему и его деятельности свою оценку. И буквально за 10 минут рассказал, что он сегодня из себя представляет как ютубер. В этом же ролике я анонсировал его масштабное разоблачение, которое я планировал выпустить уже этой осенью. Но к великому сожалению, этому ролику, ребят, не суждено выйти. Выйти этой осенью, потому что его ты смотришь прямо сейчас. Приятного тебе просмотра, S-Cube-чик. Вашему вниманию большое разоблачение... Ой, нет, простите. Большущий, огромнейший разъёб S-Cube. Очередной фрифайерский бомб. Самого главного пропагандиста мобильного гейминга в Рунете. Масштабное разоблачение. И по совместительству самого лживого и лицемерного, максимально ЧСВшного и чересчур обидчивого недо-ютубера. Он вам не ризкий. В прошлом видео я рассказал вам, с чего всё началось. И почему к этому персонажу у меня отныне только ненависть. Здесь я хочу лишь добавить, что S-Cube в этом конфликте в очередной раз пытается выехать за счёт манипулирования собственной аудиторией. Всё по классической схеме. Обещаю подписчикам бабки за хейт и за рейды. Объявляю конкурс и все как один встают на мою сторону. Беру, вырезаю из стримов или видео оппонента только удобные мне моменты и выдаю вырванные из контекста фразы за истину в последней инстанции. Да ведь совсем похер, кто это будет вообще проверять, когда на кону целых 500 рублей. S-Cube так делает абсолютно всегда. В прошлом году, узнав о том, что я готовил на его обзорчик Free Fire реакцию, он анонсировал масштабнейший конкурс на 10 тысяч рублей для всех его хейтеров. В связи с тем, что какой-то очередной фрифайерский бомж готовит на меня масштабное разоблачение, я решил немного поиграть в благотворительность и собрать на лечение психически больным дегенератом. Я решил провести такой небольшой творческий конкурс среди всех моих хейтеров, главным призом которым будет 10 тысяч рублей. Тихомички мигом пошли делать десятки рофальных разоблачений. Ха, соснули. Хороший ход, S-Cube, серьёзно. Наклепать сотню усмеивающих тебя видеороликов, а потом, когда выйдет разоблачение от Евгена, сказать всем, что это самый обычный участник конкурса, и ролик его сделан исключительно ради бабосиков. Но, к сожалению, тот план у него тогда не сработал, ибо я просто решил повременить с видео и его не выпустил. Именно поэтому ролик с розыкшем был скрыт с канала S-Cube, а победитель так и не был найден. Тебе показалось. Теперь, что касается вырванных из контекста фраз. S-Cube умело это делает и показывает своей аудитории только то, что выгодно ему. Например, на одном из своих стримов я в шутку вызвал его СНС один на один в фрифайре. S-Cube, я, отец Евген, вызываю тебя на один на один. Мне такие подписчики что-то заходят, значит, пиздят, блять, что мне там сделают. Сделал я всё это только из-за того, что его подписчик на моём стриме говорил, что S-Cube меня порвёт в СНС. Я этот спам прочитал и решил просто над этим поржать. Я зарофлил и S-Cube мигом это вырезал. И закинул к себе со своими комментариями. Мать Евгена вызвала меня на дуэль фрифайр один на один. Он, будучи игроком, который провёл в игре больше полутора лет, вызывает человека на дуэль, который в этой помоке провёл от силы часов пять. И чтобы меня снова показать в плохом свете, якобы я там слился и тому подобное, он решил пукнуть в воду и вызвал меня на дуэль фрифайр. Через несколько минут он написал, что я послушал его войс и решил дать заднюю. Мол, это был просто рофал, и я об этом сообщил только после его войса. Но у меня к тебе прямо сейчас вопросик из Cube. А ты действительно веришь в то, что я дал заднюю исключительно после твоего войса? Или может быть я сообщил о том, что это просто рофал примерно в ту же секунду? Выходи, покажи, из какого теста ты сделал, блядь, я жду тебя. Или засал. Порву. А ладно, рофли, чё вы. И ты просто по какой-то причине не захотел это вставлять в свой телеграм-канальчик. Да ты крыса. Ты запускаешь конкурсы, и как обиженная девочка шлёшь на меня сотню малолетних токсиков. Ты подтасовываешь факты, вырывая мои фразы из контекста, и пилишь свои недоразоблачения по пруфам, которые я сам дал тебе на десятках своих же стримов. Ебать ты, блядь, Шерлок! Говно. И параллельно со всем этим ты агрессивно заявляешь, что девочкой в этой ситуации являюсь я. И это я обижаюсь на тебя, что я вру своей аудитории и манипулирую ею. И просто хочу хайпа. Эскью, мне кажется, или ты страдаешь в липолярном расстройстве. И таких моментов в нашем с тобой конфликте просто дохренища. И если я вставлю каждый такой момент сюда, то ролик растянется ещё минимум на 30 минут. Поэтому для тех, кто хочет убедиться в правдоподобности моих слов, просто переходите в телеграм-канал по ссылочке в описании и читайте посты там. И вам всё станет ясно, кто в этом конфликте просто отвечающая сторона. А кто здесь тупо за дешёвым хайпом? Удачи! Ты обвинил меня в том, что я обиженка, сразу побежал заводить стрим и пилить ролик. Тогда что сделал ты, записав на меня получасовое разоблачение после вырванной из контекста шутки? Кто ты, Эскьюб, если не лицемер? Ты, генерал. В своём видео ты называешь меня падальщиком, который собирает лайки на конфликтах с другими более популярными ютуберами. И ты красавчик, осведомлён в том, с кем из ютуберов я начинал срачи. Забив абсолютно на то, что большинство из них ругались со мной по собственной инициативе. Они начинали конфликты первыми. И происходило всё это даже не на канале, а в личных сообщениях или в телеграме. Или и вовсе некоторых из них я вскользь упоминал в других своих видео одновременно, не посвящая им отдельное место на канале. Ты больной что ли? Суммарно, прямо сейчас на моём канале всего лишь три видеоролика с разоблачением. Это майор, это FireKZ и это ты. Прямо сейчас. Иронично. А разоблачение про жабку, которым ты там апеллируешь, оно удалено. Его на моём канале нет. Потому что там висит страйк от Горены. О каком паразитстве в своём видео ты говоришь? У меня на канале всего лишь три видео. И одно из этого количества ты смотришь прямо сейчас. И в этот же момент у тебя подобных видео десятки. Кто из нас здесь паразит, Эскьюб? И вообще, ты сам-то глаза раскрыл, когда на мой канал смотрел. Ты забыл ещё примерно 50 видео и сотню стримов, где нет ни слова о разоблачениях. Где нет ни грамма конфликтов. Эскьюб, ты пиздопол и вор. Многие подписчики Эскьюб считают его настоящим праведником в мире мобильного гейминга. Этакий Евген Бэткомедиан от Мира Игростроя. Слова которого в любом случае тистейшая правда. И они никак не поддаются критике. Он выпустил разоблачения на самые популярные игры. Разработчики у него обижались и кидали ему страйки. А он потом плак сиво, сидя где-то под деревом, просил их отозвать страйк. Иначе, утю-тю, расскажу всем правду. Если на мой канал придёт ещё хоть один страйк, то поверьте, я не поленюсь. И запишу целый часовой ролик, посвящённый именно вам, господам комьюнити-менеджерам от Мобайл. Бам, блядь. И многие, видя всё это, ему верили. Ведь известно, за ложь никто кидать страйки не будет. На эти ролики, будь они неправда, и даже внимания бы никто не обратил. И вряд ли бы ложь набрала столько бы просмотров. Но нет, ребята, в случае с Эскьюбом это не работает. С каждым новым своим высером Эскьюб лишь закрепляет за собой статус самого адекватного обзорщика игр. Естественно, в кавычках. Но что, если я скажу вам, что большинство его роликов – это чистейший плагиат. Это даже не плагиат. Это воровство. Эскьюб начал свою карьеру с воровства. И успешно сегодня её продолжает. Больной ублюдок. 21 февраля 2019 года на канале Эскьюб вышел ролик «Как быстро взять завоевателя в PUBG Mobile». Один из первых его роликов, который успешно хайпанул. И набрал сотни тысяч просмотров. Именно этот видеоролик можно считать отправной точкой для Эскьюба в его карьере ютубера. Я сейчас, ребята, сразу же вам дам спойлер. Весь этот его ролик подчистую, слово в слово, скопирован с другого ролика от менее популярного ютубера. Ну а хули нам, критикам? Вот с этого «Как взять завоевателя в PUBG Mobile», который был загружен на канале Джим с 10 тысячами подписчиков 10 января 2019 года. То есть за месяц до выхода ролика на канале Эскьюб с идентичным названием. Эскьюб, я вообще не знаю, кем нужно быть, чтобы настолько ссать в уши своей же аудитории. Вот ролик Эскьюба. Как я сказал ранее, информации об этом очень мало. Большинству проигрокам завоеватель даётся почти сразу после того, как они возьмут ранг аса. Но если у вас этого не случилось, то совсем непонятно, как и когда дадут это престижное звание. Давайте разбираться по порядку. И первое, на что необходимо обратить внимание, это на ваш общий счёт игры. А теперь давайте посмотрим на ролик, который был загружен на никому неизвестный канал за месяц до видео Эскьюбчика. Как я сказал ранее, информации об этом очень мало. В большинстве случаев у проигроков завоеватель даётся почти сразу после того, как они возьмут ранг аса. Но если у вас это не случилось, то совсем непонятно, как и когда дадут это престижное звание. Давайте разбираться по порядку. И первое, на что необходимо обратить внимание, это на ваш общий счёт игры. И поверьте мне на слово, абсолютно весь свой ролик Эскьюб от начала и до самого конца просто подчистую, даже без замены каких-либо слов из оригинального видео, скопировал. Ты, блять, просто гений. Вот мы получили ранг ас. Играем, играем, а заветный завоеватель так к нам и не приходит. Вот мы получили ранг ас. Играем, играем, а завоеватель всё не приходит. Что же делать? Ты пойман за руку, как дешёвка. Если вы думаете, что я сейчас преувеличиваю, то ссылочки на эти ролики лежат в описании под видео. Сравните всё сами. Но лично я считаю, что если на его канале есть хотя бы один успешный, полностью сворованный такой вот ролик, то я на тысячу, на миллион процентов уверен, что есть и другие. Но на этом я сейчас заострять ваше внимание, ребят, не буду. Кто хочет, тот найдёт сам. Все его ролики залиты на его канале. Ищите, сравнивайте и кидайте в комментарии. Практически каждый второй ролик этого персонажа это чистейший плагиат. Это ролики-копирка, где более 50% материалов взяты с других, менее известных ютуберов. И да, самое смешное, его плагиат собирает гораздо больше просмотров. А ролики-оригиналы, над которыми старались, часами писали сценарии, продумывали концепцию, увы, но нет. Эскюбчик, что ты мне на это скажешь, дорогой? Или просто снова забьёшь на факты и скажешь, что я обосрался. И запустишь какой-нибудь конкурс для всех своих эйтеров. Теперь, что касается твоих великих разоблачений мобильных игр. Абсолютно в каждом твоём ролике 80% видео это чистейший, как слеза младенца пиздёж. Это ничем не подкреплённые, выдуманные из головы факты, завёрнутые в красивую обёртку. Смотри сам. Твой обзор на Brawl Stars, в котором ты в качестве примера закрытых проектов о студии Supercell приводишь, например, игру «Животные против орков» и другие проекты, с которых, с твоих слов, закрылись спустя два месяца после своего выхода. Первая игра, от которой открестилась Supercell, была «Домашние животные против орков». Приправлена отвратительной графикой и тремя FPS закрыта. Ту же самую участь постигла Spooky Pop и Smash Land. Ведь с какой-то большой оригинальностью они так же особо не блистали. Да и вообще, зачем они делают такое говно, если у них есть другая, очень популярная игра? Тут есть небольшая странность. Эти игры создавались уже на момент существования их главного амбассадора, Clash of Clans. И вот зачем создавать вот эти вот очевидно провальные проекты, которые ещё и закрываются через два месяца, когда у тебя есть игра, которая рвёт просто все чарты? Но каково было моё удивление, когда я открыл Википедию. Википедию, Карл! Где чёрным по белому написано, что игра, которую ты прямо сейчас апеллируешь в качестве аргументов, была выпущена и убита разработчиками собственноручно ещё до релиза Clash of Clans, которую ты приводишь в качестве сравнения и называешь её более успешной игрой. То есть все игры, которые ты так яро поносишь в своём обзоре, были созданы и закрывались ещё задолго до выхода в свет популярного Clash. И ровно в тот же момент они создают заведомо провальные игры, которые закрываются ровно через два месяца. Что это, если не откровенный пиздёж и подтасовка фактов? В своём высере на меня ты говоришь мне смотреть ролики, которые я использую в качестве пруфов. Мол, я делаю разоблачения только по обложкам. Эй, Скьюб, я-то как раз-таки твои ролики смотрю, я смотрю их очень внимательно. И прямо сейчас я тебя по ним разъёбываю. Но вот конкретно ты, клепая свои недоразоблачения, ленишься даже Википедию открыть перед тем, как начинать хейтить разработчиков. Ты просто, блять, гений. Супер Целс закрывали свои игры не потому, что они были провальными, а лишь по причине того, что в этот период с 2011 по 2012 год компания осуществляла переход с ПК и браузеров на мобильные платформы. А все эти проекты, вскоре закрытые после запуска, были ничем иначе, как пробы и пера. Это просто тест, который вообще не направлен на обогащение студии. Это тест, который позволял компании изучить совершенно новый для них рынок. Изучить механики и банально изучить игровые движки для дальнейших запусков на них более проработанных проектов. Ну проверяй хоть немного информацию, которая сышь в уши своей же аудитории. И что касается плохой графики, которую ты постоянно в своих видео упоминаешь. Конкретно, например, это. Отправлено отвратительной графикой и тремя фпс. Игра 2011 года. Вот тебе ещё несколько проектов того времени, которые, кстати, были весьма успешны. Шерлок, зацени здесь графику. Ну бред же. Вообще, придирка графики в твоих недоразоблачениях это довольно частое явление. Ты хейтил Free Fire за её графику, даже не удосужившись сменить её в настройках. Господи боже мой, какой кал. Как же это отвратительно. Ты делал свой обзор, где обкладывал фф со всех сторон фекалиями на минимальных настройках графики. Что ж, давай тогда прямо сейчас заценим крутую графику в пабге, которую ты в этом же видео приводишь в качестве сравнения. И естественно, братик, сделаем это на минимальных настройках. Смотри. Охуительная графика, братик. Во много лучше такого страшненького Free Fire. Я как будто попал в цирк низкополигональных уродов. Все эти твои маленькие махинации и подтасовки делаются исключительно ради гиперболизации ситуации и более эффектной подачи. В том же самом разоблачении наборовал старство и обвинял компанию в том, что они кинули спонсоров игры. Это, с твоих слов, факт. Я, конечно, ничего не буду говорить про отмывание бабла и кидание спонсоров игры, но факт остаётся фактом. Что ж, давай посмотрим на этот факт. И прямо сейчас проанализируем, как менялась стоимость акций компании в этот период. И разберёмся, кто кого там кинул и на сколько. В 2011 году 50% акций компании, которые принадлежали всем спонсорам, стоили 1,3 миллиарда долларов. А к 2015 году вся компания Superceo, то есть 100% её акций, оцениваются уже в 5,2 миллиарда. Путём нехитрых вычислений мы выясняем, что за 3 года спонсоры... Для тех, кто не понял, спонсоры это те люди, которые приобрели акции компании. Они обогатились в почти два раза. Нихерово их-то кинули из Cube. Кидайте, блядь, меня в этой жизни так, пожалуйста, каждый грёбанный день. Я вам даю 100 тысяч, а вы мне 200. Я даже заявляю, никаких в суд писать не буду. В том же самом обзоре ты упоминаешь о возрастном рейтинге игры. В самом Google Play написан от 7 лет, а в App Store с 9. Чтобы охватить большую часть аудитории с возрастной рейтинг и... Eskube, ты забыл очень важный момент. Google Play и App Store это так называемые финальные инстанции выставления возрастного рейтинга, которые, знаешь, абсолютно никак не зависят от самих разработчиков. Эти инстанции вполне могут дать разработчикам отворот-поворот при выставлении возрастного рейтинга. Разработчики, например, заявляют рейтинг на 6+, а им... ПАХ! И ставят 9+, в App Store или 7+, в Google Play Market. И ты, наверное, сейчас у меня спросишь, а почему так, Евген, происходит? Я тебе на это отвечу, брать! Потому что интернет-магазины, так как они получают свой процент от продажи игры или внутриигровой валюты, имеют полное право выставлять рейтинг игры, как им заблагорассудится. И именно поэтому огромное количество проектов допускаются к запуску в этих магазинах с разным рейтингом. Второй раз повторяю тебе Eskube. Ты перед тем, как пилить свои обзорчики и хейтить игрушки их разработчиков, хотя бы, блять, открывай Википедию. Конкретно открой статью о том, как выставляется возрастной рейтинг в играх или фильмах, и по каким критериям, и вообще, кто его подбирает, и главное, когда и на каких этапах это делается. И расчёт-то на что? На то, что мы все... Бараны! А вот чтобы прокачать перса, вам нужно иметь энное количество карточек этого персонажа. И где всё это достать? В кейсах. То есть статистика вашего персонажа будет напрямую зависеть от того, сколько вы задонатили в эту игру. В своих роликах ты постоянно критикуешь игры за то, что в них используется донат. Это моё самое любимое. Мол, донат влияет на игру. И самое смешное, Eskube, что под этими же самыми роликами находятся тысячи людей, которые заявляют тебе об обратном. Они играют в игры месяцами без доната и вполне успешно. Стоит также отметить, что многие игры, которые ты обозреваешь, естественно, в кавычках, это фри-ту-плей игры, условно-бесплатные, где игроков никто не заставляет донатить. Это исключительно личное желание игрока. И в большинстве таких игр донат влияет не на игровой процесс, как ты говоришь, а лишь на то, как быстро ты дойдёшь до нужного уровня. Да, к фрифайеру это сейчас вообще никак не относится. Там донат реально ломает всю механику игры и вносит в неё дисбаланс. И это реально очень хреново, за это можно хейтить. Но в том же Бравл Старсе, или Пабге, или Фортнайте, или Стендоффе донат влияет лишь на косметику и ускорение в получении опыта. Но если ты не хочешь донатить, не донать, дойти до нужного уровня или для того, чтобы зафармить какую-то вещь, можно будет и без доната. Просто понадобится больше времени. Только и всего. Eskube, ты хотя бы иногда читай комментарии под своими видео. Может быть однажды они тебя смотивируют следующие свои обзорчики пилить как-то более внимательно, что ли? В своём ролике про Бравл Старс ты пытаешься доказать, что без доната игрок здесь никто. Ты типа наглядно это показываешь на своём примере. Мол, я играл целых 10 часов и почти ничего за это не получил. Я наиграл часов 10 и единственное, что смог получить, это 100 очков. А это на минуточку 10 дней беспрерывной игры. Забавно, но почитав комменты, я выяснил, что если бы ты действительно провёл в игре около 10 часов, то ты получил бы гораздо больше. Именно поэтому я решил проверить твой игровой тег и выяснить точную сумму часов, проведённых тобой в данной игрушке. Я зашёл вот на этот сайт, вёл твои данные и узнал, что никакие 10 часов на эту игру ты не тратил. Ты в ней был всего лишь 2 часа. Но зато обзорчик с хейтом мы запилили. И этого нам было для этого достаточно. И таких моментов в твоих видео с откровенным пиздежом и подтасовкой фактов очень и очень много. В обзоре по Фортнайту, который ты когда-то очень сильно хейтил, а теперь так сильно обожаешь, ты придрался вот к этому. Мы же видим, как визуально отображаются звуки в игре, прямо посреди экрана, чтобы маленькие детки своими маленькими глазками ничего не упустить. И вновь, как и в случае с Фрифайером, перед тем, как выстраивать своё мнение, ты даже не удосужился зайти в настройки, где убрать это можно ровно за 10 грёбаных секунд. И да, касательно Фортнайта, я знаю, что прямо сейчас ты снова скажешь мне, что у тебя просто изменилось мнение насчёт него. Мол, после обзора уже прошло больше года, игра стала лучше, да и вообще я унижал мобильный порт, а не сам Фортнайт, который на ПК. Да, 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 и ещё раз да. И мамку разработчика Фортнайта ты оскорблял тоже в контексте мобильного порта. Он нагрелся настолько сильно, что на нём можно было жарить мамку создателя Фортнайта. Ты больной, что ли? Совсем забив на то, что Фортнайт это мультиплатформа, в которой абсолютно ничем не отличаются версии ни на ПК, ни PS4, ни на Switch, и даже на телефоне. Максимум, что у них разное, это оптимизация, да и то, которое напрямую зависит от мощности твоего железа. И если у тебя телефон говно, то и игра на нём будет идти как говно. Перед тем, как пилить свои обзорчики, купи нормальную трубу, а лучше сразу две, чтобы потом в ходе ролика сравнивать графику. Пиздец. В целом, игра абсолютно везде идентична, и за её созданием стоит один и тот же разработчик, и обсирая версию на мобиле, ты должен понимать, что тем самым автоматически засираешь и версию на ПК, или, допустим, на Switch. Впрочем, какая разница, когда подписчики и так схавают? Ведь судя по активу, который ты заносишь ко мне в Телеграм уже на протяжении пары недель, они у тебя ничуть не умнее ебучего камня. Если тебе и этого всего мало, то давай прямо сейчас посмотрим твой самый лучший, с твоих слов, ролик на канале. Чуваки, это, блядь, полный разъёб. Этот ролик самый лучший, который вообще у меня выходил бы на канале. Завтра, чуваки, вы охуеете. Экслбот, ёбток. Следующий. Сразу же отмечу, что я не являюсь поклонником стендоффа, и я не пытаюсь как-то защитить эту игру. Я играл в неё всего лишь один раз. Я большой фанат совсем другой игры. Её название вы все прекрасно знаете. И чтобы быть максимально объективным в своём обзоре на этого дегенерата, я целенаправленно сейчас не анализирую его ролики по фрифайру. Даже несмотря на то, что там какое-то запредельное количество вранья. Вот о этих ребятках нет вообще никакой инфы. Есть лишь сайт компании, где они, внимание, продают аккаунты со скинами в своей же игре. В своём обзоре ты упрекнул разработчиков в том, что они владеют сайтом, где продают аккаунты в собственной игре. Даже не подумав о том, что этот сайт может быть фейковым. Например, как вот этот. Официальный сайт Горенный Шоп, через который игроки фрифайра донатят в игру. А что, если я скажу тебе, Эскьюб, что этот вот сайт фейковый? И тут люди лишь теряют свои деньги. А вот этот вот сайт, он настоящий. Найти хотя бы одно отличие, Эскьюб. Только посмотрите, всего за 200 рублей, мы можем гарантированно забрать аккаунт с кучей легендарных. А что ты, чёрт побери, такое несёшь? И слушая вот этот вот весь твой бред, который идёт на протяжении просто всего ролика, у меня к тебе возникает вопрос. Когда тебе в Одноклассниках пишет Владимир Путин или Дональд Трамп, ты в это тоже веришь? И ответь мне, а как ты вообще узнал об этом сайте? Может быть ссылка на него была указана в официальной группе? Нет. Может быть он был указан в самой игре? Нет. Слушай, Эскьюб, а ты случайно не один из тех людей, которые переводили деньги неизвестным номерам, когда они писали «Ваша девушка в заложниках! Переведите нам 100 тысяч рублей, или мы её сейчас убьём!» Совсем не настораживаясь от того факта, что она две минуты назад вышла из вашей комнаты в туалет! Ну как там с деньгами? Я, конечно, понимаю, что под видом разрабов этот сайт могли создать и мошенники, но что-то мне подсказывает, что это немного не так. Томин вроде как Эксел Болт. Охрененный аргумент! И нам совсем не приходит в голову мысль о том, что этот домен мошенники могли просто зарегистрировать первыми. И, кстати, погоди, погоди, Эскьюб, а зачем ты создал паблик просто ндов со скринами своей игры и инвентаря? Ты ведь эту игру так ярохейтишь! Давай, 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 скажи мне, что это просто фейк. Что-то мне подсказывает, что это всё-таки твой официальный паблик ВКонтакте. Ведь в названии паблика написано... Эскьюб. Паблик твой. Поддержка нас перекидывает в группу, которая, судя по постам и фоткам, была заброшена ещё в мае месяце. Охрененную официальную группу поддержки ты нам тут показываешь целых тысяча подписчиков! И интервью с разработчиками читов! Что?! Этот весь высер настолько невероятен, что в свой обзор, датированный 22 декабря 2019 года, ты вставил фейковый паблик и полностью от и до построил своё разоблачение из информации в нём, даже не обратив внимания, что официальная, с твоих слов, группа разработчиков не имеет верификацию, которую они, кстати, получили ещё 30 июля. Почему ты это не проверил, я не знаю. Этот ролик самый лучший, который вообще у меня выходил бы на канале. Я просто вахую сейчас! И это даже не половина твоего самого крутого ролика на канале! Ты реально забайтился на первую попавшуюся группу ВКонтакте с упоминанием названия игры и построил на ней всё своё разоблачение! Эскьюб, тебе там Путин в одноклассниках пишет! Ответь ему, пожалуйста! Да и стоит ли мне вообще сейчас продолжать и что-то говорить про тебя и твои недообзоры, если ты сам заявляешь о том, что для написания сценария к своим видео ты даже не играешь в обозреваемые игры? Нет, я играть в Санина я не буду, я только обзор сделаю, я не собираюсь в это играть. Как ты будешь... Подожди, а как ты будешь делать обзор, если ты не будешь играть в это? Надо уметь, брат. Надо уметь. Ты чужие обзоры будешь смотреть просто? Нет, я, кстати, наоборот, специально не смотрю чужие обзоры, чтобы не повторяться. Зачем нам в ней разбираться? Зачем нам в неё играть? Достаточно мельком пробежаться по ней за пару часиков. Умело спиздить, чуть-чуть видоизменить парочку тейков, придумать свои, абсолютно ничем не подкреплённые, и вуаля! Разоблачение готово! Мы увидим подпись некого Михаила Зубкова, который в контактах состоит как тестер и разработчик зомби-мейтера и двух частей стенд-оффа. И, зайдя на его страничку, я увидел множество больше постов, от которых я нехило так проорал. На протяжении половины своего видео ты сошь в уши своей аудитории, выдавая фейковые сайты и паблики ВКонтакте за настоящие, попутно обвиняя разработчиков в мошенничестве, а потом, говоря о том, какие они плохие, приводя в качестве пруфа фейковую страницу разработчика, которая ведь даже самому тупому твоему подписчику понятно, что является фейковой. СКьюб, в твоём обзоре фейковые паблики, они не принадлежат разработчикам, они никакого отношения не имеют к обозреваемым тобой играм. Но допустим, окей, в твоей парадигме у официальной группы ВКонтакте всего лишь 300 подписчиков. В принципе, это жизнеутверждающее условие для официального паблика. Для паблика игры, у которой на сегодняшний день миллионы скачиваний в России. Господи, чувак, да всё это прямо сейчас даже звучит бредово. Я даже какую-то нормальную шутку сюда придумать не могу, потому что реальность, она смешнее. Ты для кого этот обзор вообще делал? Косы, как идиотка, ты махня? И ведь я даже ещё не разогнался из кюб, а ты уже с ног до головы мною опущен. Я привёл в пример лишь три твоих видео, где больше половины материала это либо фейк, либо личное мнение, направленное исключительно лишь на хейт, за счёт которого зрители проецируются на бурное обсуждение, что в конечном итоге выводит твой ролик в рекомендации, даря тебе лайки, комментарии и новеньких подписчиков, естественно. Ну, либо это просто плагиат. Стоит ли мне вам говорить о том, что данный персонаж это ничуть не больше, чем грёбанный, неуверенный в себе, закомплексованный провокатор, лицемер и обманщик, за спиной которого нет ничего, кроме токсичного пиздежа. И я не знаю, кем нужно быть, чтобы фанатеть от него и тем более верить его сказочкам. Кем нужно быть, чтобы вестись на его провокации, как тупое стадо, бежать по первому зову кого-то хейтить, даже не разобравшись в сложившейся ситуации. Ты молодец из Кьюб, ты снял на меня разоблачение, ты обвинил меня в том, что я девочка, обиженная, чуть что бегу клепать видосики, а сам, при первом моём рофле на моём стриме твоему подписчику, пошёл в студию, пилить на меня ролик из говна и палок, попутно с этим, спиздив стиль, видимо, своего кумира, принца петербургского. Ты снял на меня этот высер, быстренько вставил в своё видео факты и пруфы, о которых я сам, тысячу раз, на сотни стримов говорил подписчикам. То есть, образно говоря, все твои пруфы про ставочки и про моих друзей я сам лично тебе и дал. А чё так можно было, что ли? Потому что, признаюсь честно, в своё время я сам сотрудничал с этой конторой, а также с конторами Одинвин и Мэлбет. Более того, один из моих близких друзей из Казахстана является самым знаменитым капером в СНГ. Я знаю всю эту внутреннюю кухню от и до. Я сам ставлю ставки на протяжении пяти лет каждый божий день. В данный момент времени у меня даже у самого есть партнёрский кабинет в Мэлбет. О своём прошлом из Кюбчика я никогда ни от кого не скрывал. Прикинь? Своим поведением и абсолютно тупыми поступками ты лишь показываешь, что в тебе нет ни граммы индивидуальности. Ты как в самом начале своей карьеры пиздил чужое, так и по ходу её по сей день продолжаешь это делать. Ведь зачем стараться, зачем пытаться в чём-то разобраться, когда записал с десяток хейт-видосиков, даже не поиграв в обозреваемые игры. Выдумал сто пятьсот ничем не подкреплённых претензий и после этого успешно поставил возле себя сто пятьдесят тысяч точно таких же самых токсичных пользователей интернета. Зачем стараться? Ведь статус мессии уже получен, а значит и так схавают. С-кьюб, я очень сильно жалею о том, что назвал тебя когда-то нормальным ютубером, который говорит всё по факту. По факту ты сегодня являешься одним из самых пиздливых и лживых типов в интернете. Человеком, который паразитирует на хейте, попутно обвиняем в хейте других, но как только дело доходит до ответки в твой адрес, ты как уж на сковородке пытаешься увильнуть от фактов и предъяв, запуская какие-то нелепые конкурсики на пятьсот трубасиков и вырывая фразы из контекста. Но знаешь что? Я бы безумно хотел посмотреть на тебя и услышать то, что ты скажешь мне в жизни. Жалкий ты кусок говна. Будешь ли ты настолько смелым и красноречивым, как по ту сторону экрана, если мы однажды встретимся где-нибудь в Питере? Например, завтра возле твоего дома, когда ты будешь утром выгуливать своего пёсика. Беги, сука, беги! Я повторяю ещё раз тебе, из кьюб, это лишь начало твоего слива. Всё, что ты сейчас увидел и услышал, это лишь цветочки. Ты говорил мне, что своим первым роликом я сделал какую-то хуйню. Я обосрался. Ты заморочился и на серьёзных щах с невозмутивым ебальником снял ответку на грёбанный анонс разоблачения. Это был анонс, Карл. Анонс в новостном ролике, где я всего лишь обозревал наш с тобой конфликт. Я не разоблачал тебя. А вот сейчас, в этом видео, я начал это делать. Ответь мне на всё это. Ответь мне на то, что ты сейчас услышал и увидел. И попробуй, пожалуйста, выбраться из той самой ямы, в которую ты сам же себя и закинул. Клепая пачками весь тот бред на своём ебучем говно-ютубчике и телеграмчике. Пока что, из кьюбчик, у меня на этом всё. Мы с тобой увидимся уже совсем скоро. Марков Марк Эдуардович. Субтитры сделал DimaTorzok